На канал The Get поступил такой вопрос, как помочь человеку, у которого возникают мысли самоубийствия, или, говорят, суицидальные мысли. Ну, сразу вспоминаются слова преподобного Росия Оптинского, он говорил так, почему человек бывает плохо, потому что забывает, что над ним бывает Бог. То есть, в любом случае, когда человек думает о самоубийстве, он забывает про Бога, он живет, как будто Бога нет, он живет, как будто Бога не был в его жизни никогда, он живет, даже не желая вспомнить о нем, потому что это слишком как-то сильно касается его совести, а покаяться нет такой решимости. И человек постепенно погружается во мрак уныния, который доходит до отчаяния, до высшей точки. И когда человек унывает, когда человек отчаивается, то он становится особенно доступным для разной бесовской силы. И бесы приступают к такому человеку, и все эти мысли о нежелании жить, о том, что, не дай Бог, покончить с собой, они, можно сказать совершенно точно, всеиваются бесовщиной. Всеиваются бесовщиной. И это мысли, они нечеловеческие. Это мысли вражеские. Бывает так, что человек когда-то принимает эти мысли в минуту отчаяния, потом у него и отчаяние-то прошло, а мысли начинают, как непрошенные гости, снова-снова приходить при малейших переживаниях. Потому что некогда, если мы открыли дверь своего дома для бесовщины, то потом она и чувствует себя как дома, и пытается хозяинчить там. К таким мыслям нужно относиться с гневом. Гнев – это вот то оружие, которое нужно направлять не на людей, не на окружающее, а на вражескую силу бесовскую. То есть энергично отвергать, с неприязнью, с пониманием пагубности, с пониманием бесовского происхождения, мысли о нежелании жить, мысли о самоубийстве. Потому что жизнь, она Богу принадлежит, потому что мы только приставники к тому, что нам дал Господь, и у нас нет ничего своего, ничего своего у нас нет. У нас только одно свое – это же грехи. Мы грешим, это наше. А все остальное – это Божие. Даже если дали это люди, то все равно людям когда-то дал Господь, а люди передали нам. Все равно везде рука Божия. Но что делать, когда человек испытывает мысль о нежелании жить, и как ему можно помочь? Ну, во-первых, хорошо побыть с ним рядом и попытаться не оставлять всего одного, попытаться разделить его страдания, сопереживать ему. Даже не обязательно что-то говорить, можно просто побыть с ним, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Можно помочь человеку, мягко его стимулируя, помогая ему спланировать те или иные очень простые дела. На сегодняшний день, на завтрашний день, на ближайшие дни. Ну-ка, стимулирование должно быть мягкое, чтобы человек понимал, что жизнь продолжается, и что есть дела, и что не надо циклиться на себе, на своих переживаниях, а надо смотреть вперед в себя. Если получится, хорошо бы человеком вместе помолиться. Конечно, когда человек отчаивается, и когда ему плохо на душе, когда у него случается какое-то горе, ему очень трудно молиться. Но, может быть, он постоит на святом месте, где-нибудь в храме. Может быть, вместе с ним почитать что-то из священного писания. Какие-то простые молитвочки. Предложить ему, давай почитаю я. Давай ты послушаешь. Давай вместе побудем. И вообще, когда мы вместе собираемся, сказано ведь, где двое-трое соберутся во имя мое, говорит Христос, то я посреди них. Поэтому, когда мы с человеком унывающим собираемся ради Христа, туда Христос и приходит. Именно он утешает, и он утешитель. Дух Святой, который Господь Иисус Христос посылает нам от Отца, он нас утешает, он к нам приходит. А что еще хорошо? Хорошо, если человек все-таки поисповедуется. Если он, поисповедавшись в этих мыслях, подготовится к причастию и будет причащаться, исповедоваться как можно чаще, это будет питать его, это будет укреплять его, это будет давать ему силы преодолеть свое горе, преодолеть свое отчаяние. Господь сказал, что «Едущий мой плоть и пьющий мой кровь во мне пребывает, и я в нем». Опять же, если мы во Христе, если Христос в нас, то нет места отчаяния, то всякий мрак проходит, начинается свет, начинается рассвет новой жизни. Ну и по мере приближения человека к Богу, а к Богу приближает молитва, любая молитва нас приближает к Богу. К Богу приближают церковные таинства, особенно таинство прочищения. К Богу приближает любовь во Христе, когда мы любим человека, когда мы покрываем свою любовью во Христе, его скорби, тогда постепенно по мере приближения к Богу его душа осветляется, очищается. И эти мысли отходят на задний план и в конце концов совсем исчезают, потому что там, где свет, там, где благодать Божия, туда не может поступить никакая бесовщина. И человек становится свободным от таких мыслей и начинает постепенно учиться благодарить Бога. У святителя Игнатия Бринчанинова есть такой совет, когда плохо на душе, когда одолевает дурные мысли, медленно, но внимательно повторять одно и то же. Слава Богу за все, слава Богу за все. Это тоже нас к Богу приближает и тоже помогает нам преодолеть мысли отчаяния, и в частности мысли о нежелании жить. И так можно справиться с такой опасностью и во Христе победить всякое уныние.